Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем влоге я вам покажу, как я готовлю рыбные котлеты. Вы меня просили, на самом деле рецепт очень-очень простой. Готовить сегодня буду я, мама готовит у меня также, но сегодня решила приготовить я. А также я вам покажу свой новый заказ Faberlic. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Ну и сейчас я вам хочу показать, какие штучки, украшения для... Нет, это моего и моего мужа сделала моя мама, так что сейчас вам покажу. Ну и начну я вот с такой картинки. Это сделала моя мама нам на годовщину с мужем. Вышила сама. То есть вот это все вышивка. И вот она отдавала в багетную мастерскую, чтобы сделали вот такую вот красивую рамочку. Я ее повешу здесь в кабинете. Правда, еще не решила куда, но мне кажется очень симпатично. И рамочка так классно сделана. Просто супер. Вот, правда, маме тут немножко не так сделали. Видите, вот эту лесочку, на которую вешать, ей сделали как бы, чтобы вешать вот так. Вот, но у меня переделает муж. Вот, так что будет вот такая вот красота у меня висеть. Здесь как раз подходит под интерьер моей комнаты. И вторую, это вот такую вот, сейчас я вам покажу, так, чтобы не отсвечивала. Покажу вам издалека, вот такая вот, тут получается в углу у меня стол. А вот сюда мы повесили вот такую картинку. Сейчас я ее поближе вам, сниму поближе, покажу. Вот такая вот тоже очень классная картинка. Такой паровозик в серой рамочке. Но рамочка это просто уже покупная, обычная. Вот такая, смотрите, какая красота. Мне кажется, очень она подходит нам сюда в комнату. И мамочка у меня умничка, конечно же. Что вот такая вот красота у меня теперь здесь висит. И надо будет повесить еще вот эту вот. И так, вот я буду делать сейчас рыбные котлетки. Значит, у меня здесь филе горбуши. Получается вот таких три полоста уже размороженных. И филе ментая. Тоже три полоста вот таких больших. Луковица, яичка одно или два. Я посмотрю, сколько у меня получится фарша. И специи. Все. Сейчас я буду размалывать лук вот в блендере вот в таком. И потом буду также размалывать саму рыбу и добавлять специи. Вот такой у нас получился фарш. Мы его сейчас перемешаем. И мама сказала, что сюда нужно добавить два яйца. Она меня тут ходит контролировать. Вот. Тут, давай. Также добавляю немножко черного перчика. И также для вкуса я добавляю вот эту вкусную соль сюда. Можно любые другие приправы для рыбы. Какие, не знаю. Какие хотите. Да. Теперь все это буду перемешивать. И теперь будем делать котлетки и обжаривать их на растительном масле до готовности. Я, многие, запекают в духовке, я не запекаю эти котлетки. Я их именно жарю на сковородочке. Вот я одну партию уже пожарила и дожариваю остатки. Я эти котлеты обваливаю в панировочных сухарях. Я в ленте вот такие вот покупаю. Мы сюда пересыпаем. И они у меня жарятся на медленном огне. Вот ледом. Вот такой корочки с обеих сторон. Они внутри получаются суховатые. Но у меня мои такие любят. Именно что были сухие. Они жирные. Так что продолжаю жарить. Ну вот я обожарила вот эти котлетки рыбные. Также порезала овощи. Вот такую тарелочку сделала. А мама у меня сегодня с утра сделала вот такой рулет с творожным кремом. Она сделала его на пробу первый раз. В общем, сейчас попробуем. Вкусно или нет получилось. Он стоял у мамы под пленочкой в холодильнике. А тарелочка не рулетная. Ну, сейчас посмотрим. И вот так вот выглядит у меня котлетка в разрезе. Видите, она получается полностью беленькая. Полностью прожаривается на медленном огонечке. Вот. И это мой ужин. То есть маленькое блюдечко. Я взяла себе еще немножечко овощей. И одну котлетку. А также я сейчас буду также кушать мамин рулет. Вот такой вот я уже тут кусочек попробовала. Очень вкусный. Классный. Вот такой аппетитный. И буду пить его с чаем. Чай у меня с сахаром черный. Так что вот такой вот у меня будет вкусный, но не полезный сегодня ужин. Еще получила новый свой заказ от Фаберлика. Заехала. И сейчас покажу вам, что заказала. Как всегда, у меня пакет лента. Кто-то мне с девочек написал, что им дают коробки. Нам, к сожалению, не дают. У меня в пункте выдачи. Не знаю почему. Вот дают только вот такой маленький пакетик. А все остальное, типа, покупайте пакет. Но я не покупаю, взяла из машины. У меня выдался пакетик из ленты. Ну и давайте покажу, что заказала. Взяла все самое необходимое, скажем так. Снова взяла штаны. Только уже темно-синий цвет для деток. 110 и 146. Они после стирки не сели. Я в прошлый раз брала зеленые. Но, в общем, понравилось мне очень сильно качество. Для мальчишек супер. И вот взяла вот такие. Потом еще, думаю, наверное, возьму им толстовочки. Такие на молнии к этим штанам. Но не знаю, возьму-не возьму. В общем, подумаю. Вот, потом покажу, как на мальчишках они сидят. Каталог. Мне девочки из вас написали, что можно от него отказаться. Ну, в общем, надо будет заняться этим вопросом, чтобы мне не выдавали этот каталог. Потому что стоит вроде бы 20 рублей. Но мне он не нужен. Поэтому, да. Дальше я взяла кондиционер. Они мне очень понравились. Они как молочко такое. Делают очень мягкое белье. Не знаю, супер. Вот, действительно, дом Фаберлик. Я очень всем советую. Если вы еще думаете, нужно, не нужно, нужно. Дом Фаберлик мне очень сильно понравился. Вот, взяла три кондиционера. Один цветочно-пряный. Второй вот такой. И третий вот такой. В общем, взяла их три. Артикулы я вам напишу внизу в инфобоксе. В общем, классные кондиционеры. Мне очень они сильно понравились. С удовольствием взяла. Также я взяла средства для стирки. Вот, повторила уже для цветных тканей. Мне понравилось. Восстановила цвет красной моей кофточки. У меня такая красная кофточка есть, и она уже немножко такая белесая стала. Знаете, так вот этот порошок, он восстановил цвет. Реально стал более насыщенным. Мне понравился. И вот такой для черного белья. Вы смотрите, он, видите, внутри какой темный. Прямо такой класс. И я повторила также вот это средство. Универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Девочки, от всей души вам советую. Очень классная вещь. Выводит и ручку, и краску с белых рубашек. И даже я брызгала. У меня муж занимается спортом. Он занимается волейболом. И вот на области подмышек, знаете, вот туда попшикала, чтобы вот пятна убрать. И действительно убрал все пятна. Супер классная вещь. У меня уже тот предыдущий, который я заказывала, он уже заканчивается. Вот взяла новенький на смену. И это будет моя теперь постоянная покупка. Вот буду заказывать только ради вот этого средства. Потому что у меня и муж, и старший сын ходят в белых рубашках. И это просто палочка-выручалочка от любых пятен. Супер класс. Я им пользуюсь, знаете, как попшикала на пятно. Оставила на 10-15 минут. А потом бросаю, просто стираю. И все, пятна как не бывало. Супер класс. Мне очень понравилось. Также по вашим рекомендациям я взяла вот такую салфетку универсальную для уборки. Мне написали девочки, что очень хорошо убирает пыль. Вот такая. В общем, дела. Попробую обязательно, потом расскажу. И также еще по вашим рекомендациям я взяла вот такое мыло для кухни, которое устраняет запахи. Мне еще рекомендовали средства для мытья посуды. Но у меня сейчас много всяких средств. Поэтому я решила взять только мыло. Потом еще возьму средства для мытья посуды. Вот. В общем, попробуем. Тоже потом расскажу. И также там по бонусам акциям во время заказа, в общем, со скидкой, получается, взяла вот такую помаду. Я, на самом деле, когда увидела первый раз ее цвет, я была немножко разочарована. Мне показалось, что она... Ну вот, сейчас она не передает цвета. На дневном освещении она показалась мне такой ярко-розовой. Я подумала, что, боже мой, какой ужас. Но нет, она классная. Я уже выставляла фото в Инстаграм. Вот так вот она выглядит. Но я покажу вам ее на себе. При дневном освещении очень классная помада. Это увлажняющая какая-то линейка. Мне очень она понравилась. Она, конечно, не суперстойкая, но очень хорошо держится на губах. Тем более, я за нее заплатила 100 с чем-то рублей вроде бы. И мне очень понравился и оттенок в особенности. В общем, сейчас покажу, как смотрится на мне. И вот так вот выглядит эта помада от Фаберлик. Я, кстати, люблю такие оттенки. Мне они, ну, очень нравятся. И летом я люблю их носить, и весной. Это артикул 40084. Кстати, классная помада. Хорошо увлажняет губы, никуда не скатывается. Не знаю, но она, конечно, не стойкая, увлажняющая. Она, мне кажется, очень классная. И я люблю такие оттеночки. Так что вот такую помадку я вам рекомендую. Если вы заказываете в Фаберлик и не пробовали еще помады, обязательно попробуйте. Ну, нормально стоим. Мальчики. Вот мои мужики в новых штанах. Ну-ка, повернулись попями. Молодцы. Классные штаны, нравится? Да. Мне очень нравится. А еще нам бабушка купила тут, в общем... Такие брелки, и тут есть лазер и фонарик. Ну, ключи лазер и внизу. Ну, фонарик и лазер. Покажи. Бабушка нас балует, да? Да. Балует вас бабушка? Да. Кстати, они были последние, которые типа висели, и там вот такое было. В общем, вот такие вот штаны. Подожди, мама штаны снимает. Вот такие классные штаны, да? Хочу посмотреть. Делюсь. Ну, показывай. Красивые. Теперь я. Теперь ты красивый, да? Вот такие у меня. Ладоня. В общем, вот такие у меня красотули, да? Хорошо. Я хочу снять. Снимай. Ну, что, котейка, ты тут спишь? Ну, ты мой сладкий. Скажи, тишина. Все вниз ушли. Я тут сплю, да? Ну, ты у меня сейчас уйду. Пришла наверх, разбудила котейку, да? Котейка возмущается. Он всегда, кстати, когда приходит, вот он спит. А кто-нибудь приходит, ну, дети там или еще кто-то. Он сразу начинает мюмкать, так возмущается, да? Разберешь. Меня, кстати, кто-то спрашивал, как кота зовут, но я уже говорила, кота зовут Каспер. Да? Будем сладкий. Мама рыбу готовила, от мамы рыбы пахнет. Вот, так что вот такой вот у нас получился такой ужин на двоих с мамой приготовленный. Вот, я, кстати, достаточно часто готовлю. Меня кто-то спрашивал, что я совсем не готовлю. Нет, я готовлю. Просто я чаще снимаю мамины рецепты, потому что мне кажется, что мамины, ну, интереснее, наверное. Мама у меня всегда что-нибудь такое, даже простые блюда как-то поэдакому готовит. А я просто бросила, пожарила. Я вообще, как бы, не изморачиваюсь, кстати, на тему готовки. И как-то совсем мне всегда жалко времени, там, знаете, по два, по три часа стоять. Тем более, этого никто не ценит. Они, как бы, вкусные-вкусные. И, как бы, то, что там стояло три часа, ну, как бы. Вот. Но хотя иногда у меня бывает нахлынивает, и я начинаю много достаточно готовить. Ну, а по поводу Фаберлик. Мне очень понравился дом Фаберлик. И я очень его сильно рекомендую. Я, наверное, теперь на постоянной основе буду приобретать кондиционер. Это, по крайней мере, сто процентов. И вот этот вот пятновый водитель сто процентов буду приобретать. Вот. И я единственное, что хотела спросить у вас, девочки, вы, ну, вот, кто уже заказывает давно Фаберлик. Я знаю, таких большинство у меня на канале. Я хотела спросить по поводу порошка вот этого концентрированного. Я вообще так почитала отзывы и посмотрела также на ютубе, что многие говорят, что это все фигня. Вот. Но, в общем, напишите мне, пользуетесь ли вы вот этим сухим порошком, я имею в виду, да, нежидким для стирки. Нравится он вам или нет. И также отбеливатель для рубашек, нравится он вам или нет. Потому что что-то я, мои уже заканчиваются, надо покупать. Я думаю, может быть, взять из Фаберлика. Вот. Ну, кстати, сегодня убиралась с утра вот этой тряпочкой, которая для уборки розовая. Как она мне понравилась, девочки. Обалдеть. Просто. Я ее, правда, единственное намочила. Я как-то не привыкла с сухой тряпкой убираться. Вот. Я ее смочила, все протерла. И вообще класс. Быстренько. Мне очень понравилось. Даже загрязнение. У меня тут от кружек у детей на столах. Там такие пятна. И быстренько. Все супер. Ну, и помада. Вот она, видите, у меня уже подсъелась. Но все равно она, видите, съедается очень даже неплохо. То есть она по качеству, ну, чуть получше, чем вот эта Мэйбеллин. Которая мне тоже очень нравится. Ну, класс. Мама, кстати, у меня подстриглась. Но, правда, она сегодня себя плохо чувствует. Вообще, она мне с утра сказала, что она сегодня готовить не будет. Но, как вы видели, рулет она приготовила. Вот. Потому что она не может, когда я тусуюсь на кухне. Она, мне кажется, она постоянно выходит. Там что-нибудь смотрит. Там сюда два яичка положи. Сюда одно яичко положи. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, все мамы, наверное, так делают. Вот. Так что покрашу я ее, наверное, уже завтра или послезавтра. Ну, как она себя будет получше чувствовать. Я обязательно ее покрашу. И покажу вам, какая она у меня стала красавицей. Ну, и на сегодня я буду заканчивать. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.